Значит, после довольно длинных зимних каникул мы с вами снова вместе. Я напоминаю, что в прошлый раз мы с вами занимались главой ВРА и остановились мы в тот момент, когда Авраам заключил Беершевские соглашения с Авемеликом. И после этого Авраам жил в районе Беершевы у колодца Сими, он же колодец Клятвы, но при этом он ощущал себя проживающим в стране Плестим. Хотя на самом деле страна Плестим это ближнее окрестностя города Газы, это участок на побережье, где высадились вот эти самые Плестим, или говоря современным языком, карфагиняне и организовали свою базу. Но поскольку Авраам заключил с ними договор и начал им отдавать части страны, завещанной еврейскому народу, то уже не только Газа, но и Беершева оказалась страной Плестим. И мы остановились на фразе «И было после событий этих, и Элогин испытал Авраам». И так было после событий этих. Существует три объяснения вот этой фразы «И было после событий этих». Собственно, после каких событий? Мы с вами в прошлый раз немножко остановились на том, что все дальнейшее произошло после Беершевских соглашений Авраама с Авемели. То есть требование Всевышнего принести Итхака к жертву можно перевести на русский язык следующим образом. Тебе и потомству твоему отдана эта земля. Если тебе эта земля не нужна, и ты готов отдавать ее части этой земли плестимцам, тогда возвращай мне сына, никакого наследования, ничего не будет. Это один вариант объяснения. Второй вариант, менее такой политический, говорит вот о чем. Что войне о Харей дворе Маэле, то есть было после, можно перевести как после этих событий, а можно перевести после этих слов. И вот Медраж говорит, что был некий диалог Итхака с Исмаэлем. Исмаэль, более старший, уже более сильный к тому времени, он издевался над Итхаком, подтрунивал над ним, посмеивался и говорил ему что-то типа. Вот тебе сделали обрезание, так тебе его сделали на восьмой день, когда ты был очень мал, ничего не мог почувствовать, и когда все зарастает буквально в течение нескольких часов. А вот мне было 13 лет, когда мне делали обрезание. И я пошел на это добровольно, потому что я готов пожертвовать своей частью ради Всевышнего и готов терпеть боль по приказу Всевышнего и все такое. На что Итхак ему ответил, ты готов пожертвовать ради Всевышнего своей частью, а я готов пожертвовать ради Всевышнего всей своей жизнью. В этот момент, что называется, ничего не произошло, но далее Медраж нам говорит, что нельзя произносить имя Всевышнего понапрасну, и то, что Ицхак сказал такие слова, что он готов пожертвовать жизнью ради Всевышнего, вот и привело к тому, что Ицхак был поставлен в условие, когда его должны были принести в жертву на жертву. И, наконец, третий вариант объяснения, что было после событий этих, он относится к предыдущему пасуку, к предыдущей строке, сказано, и проживал Авраам в стране Плештин дни многие, значит, речь идет о том, что сам Авраам уже изменился, Ицхак повзрослел, и отношения между ними должны перейти в новое качество. Интересный вопрос, насколько повзрослел Ицхак. Значит, внимательный подсчет говорит о том, что в момент, когда Всевышний требует принесения Ицхака в жертву, в этот момент Ицхаку 37 лет. И это не маленький мальчик, вот существует масса картин, вот художники в Средневековье очень любили писать полотна на библейские сюжеты. Существует несколько картин принесения Ицхака в жертву, и там есть и Абраам, и Ицхак, и нож, и жертвенник, и весь этот антураж. Но на всех этих картинах Ицхак показан как младенец, как маленький ребенок, который полностью подчиняется своему отцу, не имеет собственного мнения, как все маленькие дети, ничего не боится. И, так сказать, вот он оказывается на жертвеннике. Ну, на самом деле Ицхаку в этот момент 37 лет, он взрослый мужчина, и он прекрасно понимает, о чем идет речь. И дальше нам Тора говорит, и было после событий этих, и Элогим испытал Абраам. Ну, во-первых, Элогим. Элогим – это мы с вами уже обсуждали в самом начале нашего курса, когда говорили о разных именах Всевышнего. Элогим – это имя, в котором Всевышний проявляется как высшая природная сила, и в котором Всевышний проявляется как категория суда. То есть, те высшие законы, по которым функционирует наш материальный природный мир. Так вот, Абраама с его милосердием, с его основной категорией хэшет, испытывает категория суда Всевышнего. А правилен ли хэшет Абраам? Глагол, который использует здесь Тора, звучит так. Элогим носа – это Абраам. Испытал – носа. И слово «испытание» – несайон, производное от глагола носа, это на самом деле, значит, не просто испытание. Есть, вы говорите, другое слово – бдика, проверка. Так вот, несайон – это не проверка, а это опыт. И опыт, опять-таки, не в смысле эксперимент, а опыт, который на русский язык еще переводится словом «искушение». То есть, можно сформулировать так, что происходит воспитание Абраама путем обречения опыта в процессе решения сложных задач, ранее для него недоступных. То есть, речь идет о том, что Всевышний, ставя Абраама в определенные условия, обеспечивает его духовный рост, его продвижение, его искушение определенными обстоятельствами. И вот, Элухим испытал Абраама и сказал ему «Абраам», и сказал «вот я», значит, «вайомер хинейни». Это слово «хинейни», которое мы переводим «вот я», означает полное духовное раскрытие Абраама. То есть, весь Абраам и физически, и ментально, и духовно, и как хотите, весь он раскрыт перед Всевышним и готов выполнить любое требование Всевышнего. Но Всевышний ничего от него не требует. Он говорит по-другому и сказал «возьми, пожалуйста, оборот не приказа, оборот просьбы». То есть, можешь делать, можешь не делать, вот я тебя прошу. Но просьба, выскаженная Всевышним для Абраама, это однозначно категоричный приказ. И дальше Всевышний говорит так «возьми, пожалуйста, сына своего, единственного своего, которого любил ты, Итсака, и иди себе в страну моря и подними его там ула на одной из гор, о которых я скажу тебе». Значит, Медраж говорит о том, что этот пасук представляет из себя, по сути дела, диалог. Всевышний говорит «возьми, пожалуйста, сына своего». Авраам отвечает ему «какого сына? У меня есть два, Исмаэль и Итсак, единственного своего, минутку, первый единственный у своей матери, второй единственный у своей матери, они оба единственные, которого любил ты. Да, но отец любит всех своих детей, я люблю Исмаэля, я люблю Итсака, и тогда Всевышний называет имя Итсака. То есть все попытки Абраама уйти от самостоятельного выбора закончены, необходимо взять Итсака. Иди себе, лех-леха, говорит Тора. И сразу этот оборот отправляет нас к началу главы лех-леха, когда точно такой же фразой Аврааму было приказано покинуть страну Харам, покинуть Междуречие, Вавилонию и отправиться в неизвестное место. То есть если в той ситуации Аврааму не было ясно, куда идти, здесь не ясно, на какой горе надо произвести некое действие с Итсака. Это действие называется о-ла, от еврейского слова ла-лот, подниматься. В нашей традиции о-ла это жертвоприношение, которое целиком сжигается на жертвеннике и поднимается дымом ко всемышнему. То есть Аврааму высказана просьба Всевышнего. Пожалуйста, принеси Итсака мне в жертву, сожги его на жертвеннике. Возникает вопрос, почему это испытание Авраама, но не испытание Итсака? Ведь на самом деле взрослому мужчине 37 лет предлагается добровольно лечь на жертвенник и позволить принести себя в жертву, на что он и соглашается. Но, тем не менее, Тора не считает это испытанием Итсака, считает это только испытанием Авраама. Дело, вероятно, вот в чем. Суть, духовная суть Авраама – это хешет. Это давание. Давание всего. Давание материальных благ, давание жизни, давание любви к Творцу. Это максимальное давание. Суть категории Итсака – это гвура. Это ограничение, это суд, это ответственность, это жизнь по правилам. Поэтому Итсак рассуждает таким образом. Всевышний – судья. Он судит весь мир и он судит каждого человека. Моя жизнь дарована мне Всевышним. И если Всевышний считает, что я в чем-то неправ и хочет забрать мою жизнь к себе обратно, то кто я такой, чтобы со Всевышним спорить? Я, конечно, согласен с любым его решением, как бы тяжело оно ни было. Поэтому для Итсака, как воплощенной гвуры, это событие испытанием никак не является. А для Авраама, воплощенного в Теседа, это событие является тяжелейшим испытанием. Это испытание должно перевести отношения Авраама и Итсака в другую плоскость. В Кабале существует такая категория, которая называется «несера» на иврите, что в переводе означает «распиливание». Примером такой категории является история Адама Арешон, первого человека, и его жены Хавы. Мы с вами говорили о том, что первый человек был сотворен мужским и женским. То есть мужское и женское начало присутствовали в единой сути человека. После чего Всевышний разделил первого человека на две личности, на мужчину и на женщину. И после этого сказано «и прилепится мужчина к жене своей и станут одна плоть». Простите, но если задача состоит в том, чтобы муж прилепился к жене своей и стала одна плоть, то зачем было огородить огород, зачем было разделять первого человека на две составных части? Ответ. Когда первый человек был создан мужским и женским, то это был не его выбор, а это был выбор Всевышнего. Всевышний хочет, чтобы элементарная ячейка общества, человек, созданный по образу и подобию, находился в двух апостасях – мужской и женской. Но если таково желание Всевышнего и такова реализация процесса творения, то здесь нет никакой свободы выбора самого человека. Он так создан, и он ничего не может с этим поделать. А вот если существует отдельно мужчина и отдельно женщина, и они добровольно, по своему выбору, обоюдному выбору соединяются в один союз, то тогда это только по, что называется, внешнему виду может напоминать первого человека. Вот нормальная современная семья имеет мужское и женское начало, но в отличие от первого человека, этот подбор мужского и женского начала – это добровольный результат. Так вот, в течение всего раздела В.Р. Всевышний непрерывно говорит Аврааму «Твой сын Ицхак, твой наследник Ицхак, ты понял меня? Только Ицхак твой сын». Ицхак твой сын Ицхак, твой сын Ицхак, все в порядке, он твой потомок, ты ему дашь какие-то подарки, он унаследует какие-то твои качества, все это правильно, но он не твой сын, не твой полноценный наследник. И Авраам в конечном итоге соглашается с Всевышним, в конечном итоге он прогоняет Агарь с Ишмаэлем, но делает это под давлением. То есть это та же самая ситуация, когда мужское и женское начало объединились в первой человеке не по своему выбору, а вот так Творец устроил. Так вот, сейчас должен произойти распил. Сейчас возникнет ситуация, когда Ицхака надо принести в жертву, и поэтому кто же будет на самом деле твой наследник, Авраам, вопрос открыт. И встал Авраам рано утром, и оседлал осла своего, и взял двух слуг своих с собою, и из только сына своего, и наколол дрова для сосожжения, для ла, и встал, и пошел к месту, о котором сказал ему Илухи. События начинаются ранним утром. Как мы уже говорили, утро – это время Авраама, это время Хэшеда, когда Всевышний может оказать дополнительную милость. И в этой вот ситуации, когда необходимо идти и выполнять просьбу Всевышнего, Авраам взял с собой двух слуг своих. Вообще говоря, не очень понятно, зачем он это сделал. Осел у него один, дрова нагружены на осла, идут они песком, зачем нужны ему еще двое своих слуг? Медраж говорит, что эти слуги – это Ишмаэль и Элиезер, то есть старший сын Авраама от Агария и его домоправитель. То есть Авраам сегодня, отправляясь в страну моря, снова ставит себя в ситуацию выбора будущего наследия. Вообще говоря, вариантов наследования Аврааму было ровно пять к этому моменту. Сам Авраам считал своими наследниками души, сделанные в Хараме, то есть свои вавилонские ученики. После того, как Всевышний очень жестко с ним поговорил, все Харамские ученики были оставлены в семье. От них Авраам избавился. Дальше, после Египта он опять вышел с большим количеством слуг и учеников, и все его египетские ученики были оставлены в Хевроне. Кроме того, Авраам считал, что может быть Лот наследует ему, но Лот от него отделился и ушел в дом. Перед Всевышним Авраам выдвинул идею, что его наследником может быть Лейзер из Дамаска. Всевышний с этим категорически не согласился. Тогда Авраам счел, что его наследником будет Ишмаэль, но и тот был отвергнут Всевышним. Ицхак был навязан Всевышним. Так вот, сейчас с Авраамом отправляются в страну моря три человека. Все трое – это носители монотеизма, все трое – это ученики Авраама и, по его первоначальным предположениям, его наследники. Все трое – они вошли в завет обрезания. И Лейзер обрезан, и Ишмаэль обрезан, и Ицхак обрезан. И поэтому все трое, вообще говоря, вполне себе претендуют на роль истинного наследника Авраама. Но если Ицхак – это национальное наследование через создание народа, народа потомков Авраама, то Лейзер – это наследование учения без национальной составляющей. Это первоначальная космополитическая идея Авраама – монотеизм для всех. Ишмаэль – это тоже в определенной мере национальное наследование, потому что от Ишмаэля пойдет народ, являющийся вполне потомками Авраама, но в этом народе имеется сильная египетская составляющая. Как мы помним, Агарь – это египетская принцесса, одна из дочерей того фараона, который в тот момент был великим. Значит, кто из этих троих станет наследником Авраама, должно решиться в стране моря, куда они направляются. Возникает вопрос, что за ужасную вещь потребовал Всевышний от Авраама – принести сына в жертву. На самом деле Тора не требует ничего необычного, того, что в то время и в том месте было бы неразумно, нерационально, никем не применял. В земле Кнаан человеческие жертвоприношения, причем именно детские жертвоприношения, более того, жертвоприношения первенца, они были достаточно широко распространены. На сегодняшний день наши археологи раскопали большое количество поселений Кнаанейской эпохи, и вот во всех случаях, в абсолютном большинстве раскопанных случаев, там, где дома сохранились, фундаменты Кнаанейских домов, под северо-восточным углом фундамента, дом имеет такую прямоугольную форму, вытянутую с севера на юг, и вот под северо-восточным углом фундамента, как правило, находится кувшин, глиняный кувшин, в котором находится скелет новорожденного ребенка, первенца семьи, которого приносили в жертву для того, чтобы дом стоял прочно, для того, чтобы в семье был достаток, прибыток и все такое. То есть для земли Кнаан это абсолютно нормальная практика. Кстати, и для тех Плюстим, которые жили в Газе, это тоже абсолютно нормальная практика. Существует барельеф, который показывает осаду Карфагена римскими легионами. И вот царь Карфагена, я напоминаю, что Карфаген это как раз столица Плюстим, и вот царь Карфагена стоит на городской стене, и он приносит в жертву своего сына и сбрасывает его со стены города на копья римских легионеров. То есть это такая нормальная практика той эпохи, и к ней следует относиться совершенно нормально. Так было принято, так поступали во многих странах. И поэтому Авраам исполняет просьбу Всевышнего. Другое дело, что в этой ситуации оказывается, что неясно, кто же будет на самом деле наследовать Авраам. «В день третий и поднял Авраам глаза свои и увидел место то издалёк». Давайте вернёмся к карте. Итак, Авраам идёт в землю моря. Как мы узнаем несколько позже, земля моря – это город Иерусалим. И та гора, на которой Авраам должен принести своего сына Ицхака в жертву, это гора, на которой в дальнейшем будет построен храм. Арабайт – храмовая гора. Так вот, дорога от Бершевы до Иерусалима – это примерно три дня пешего пути. Где-то порядка, так вот, если идти дорогой праотцов, не так, как мы сегодня ездим в Бершеву, а так, как шли тогда от Бершевы через Севрон, Бетлехом к Иерусалиму, это приблизительно чуть больше 60 километров, три дня пешего пути. Итак, на третий день Авраам находится вот здесь, недалеко от Бетлехома, в том месте, где сегодня находится еврейское поселение Эфрата. Это возвышенность, высота свыше тысячи метров над уровнем моря, и отсюда прекрасно видна храмовая гора в Иерусалиме. Тора специально говорит о том, что это третий день. Дело в том, что принести ребенка в жертву при всей обычности этой практики для человека, вообще говоря, не так просто. И мы знаем, что, скажем, когда ацтеки приносили человеческие жертвоприношения, и жрец, и жертва находились в состоянии наркотического опьянения. Они вот в таком вот религиозном экстазе совершали эту процедуру. Так вот, Тора говорит о трех днях специально для того, чтобы здесь не было никакой мысли о том, что Авраам действует в состоянии религиозного экстаза. Авраам имел время все не спеша обдумать, все взвесить и действовать с абсолютно холодной головой. И теперь есть красивый мидраж на тему о том, почему Авраам выбирает Ицхака в жертву. Скажено, что Авраам увидел место то издалека. И вот мидраж говорит о том, что Авраам увидел, ну, что-то. В одной интерпретации он увидел столб дыма, поднимающегося над горой моря. В другой интерпретации он увидел образ храма, который будет стоять на этом месте. Ну, в любом случае, он спросил у трех своих спутников, что они видят. И вот Ицхак ответил, что он видит великолепное здание, которое стоит вон на той горе, то есть храм. А Исмаэль и Эли-Идзер ответили, что они ничего не видят. Вокруг обычные горы, обычный день, обычная природа. Ничего особенного они не видят. И тогда Авраам понял, что только Ицхак способен дальше быть его спутником. На самом деле, простой смысл текста ничего подобного нам не говорит. Еще раз читаю этот посуд. В день третий и поднял Авраам глаза свои и увидел место то издалека. Видите, только Авраам что-либо увидел и сказал Авраам слугам своим, сидите себе здесь с ослом, а я и юноша пойдем до этого и распластаемся и вернемся к вам. Сидите себе здесь. На иврите слово здесь это по пэй ют хэй гематрия слово здесь то есть числовая сумма числовых значений букв 85. Это на единичку отличается от 86. 86 гематрия слова элогин проявление творца в виде высших природных сил. Осел на иврите хамор с точностью доогласовки это хонор что в переводе означает материя. То есть Авраам говорит Элиэзеру и Ишмаэлю вы должны остаться здесь в материальном мире. Высшая сила которая может управлять вами это элогин. Вы находитесь по вы находитесь 85 около 86 в материальном мире. Хомер материя. А я и юноша пойдем до этого. Значит это на иврите ко каф ютхей гематрия 25 почти 26 на ту же самую единичку отличается 26 это гематрия ютхей вафхей трансцендентное непроизносимое имя творца. То есть мы с шутхаком поднимемся до уровня непроизносимого имени творца. Мы должны выйти за пределы природных отношений и распластаемся. Слово распластаться на иврите истахаву это полное забвение себя стремление к источнику жизни. Стремление к источнику себя. Знаете как в стихотворении Пастернака любой ценой дойти до сути. Так вот нестахаве распластаться корень хет вафхей тот же самый корень что у имени Хава. Это как мы помним половина имени первого человека. То есть Авраам с шахом собираются дойти до источника жизни. Собираются дойти до Всевышнего и вернемся к вам. То есть цель вот этого постижения Всевышнего не мистический уход от жизни. Не монашеское забвение, не нирвана йога, а смысл в том, чтобы получив искру божественного света вернуться в материальный мир и эту материальную жизнь наполнить божественным содержанием. Неким аналогом этой процедуры является описанная в Торе процедура, когда главный коэн или в русском переводе первосвященник в Йом-Кипур заходит в кодыш Кадашим храма. В Талмуде написано, что в это время первосвященник должен был обвязать себя веревкой и этот конец веревки должен был находиться снаружи вне святая святых храма. Идея состоит в том, что если первосвященник умрет в кодыш Кадашим, то его тело, его помощники, коллеги, простые священники за эту веревку вытащат из кодыш Кадашим, потому что в кодыш Кадашим не имеет права входить никто, кроме как главный коэн. Вообще говоря, ситуация, что ни с того ни с сего в течение конкретных вот нескольких минут, когда первосвященник заходит в кодыш Кадашим, и в этот момент он умрет, эта ситуация выглядит не очень реально. Более реальное объяснение следующее. Зайдя в кодыш Кадашим, первосвященник поднимается к трансцендентным высотам, он прикасается к источнику жизни, и вот в этот момент ему может просто не захотеться возвращаться обратно в материальный нить. И веревка, которую он обвязан, это напоминание о необходимости возвращения. Знаете, как в той песне Высоцкого, потому что всегда мы должны возвращаться. Даже приобретая нечто невероятно выделенное, невероятно особенное, надо обязательно вернуться в мир материальный и наполнить материальный мир божественным содержанием. Итак, и сказал Авраам слугам своим, сидите здесь с ослом, а я и юноша пойдем до этого и распластаемся и вернемся к вам. То есть однозначно Авраам сделал собственный выбор. Он приносит к жертву Ицхака, он готов это сделать, ну а дальше будь что будет, дальше все как скажет Всевышний. И взял Авраам дрова для ола, для чесожения, и положил на Ицхака сына своего, и взял в руку свою огонь и нож, и пошли оба они вместе. Для Ицхака предстоящая настолько органично, он настолько готов ко всему, что с ним может произойти, что он сам несет дрова для своего сосожжения. И Тора говорит, что пошли оба они вместе. Это означает не только согласие Ицхака с ролью жертвы, но и согласие Авраама с необходимостью реализации качества дин, качества суда, с необходимостью, если Всевышний об этом просит, принести своего сына в жертву. И вот здесь впервые, то есть Ицхаку уже 37 лет, но вот здесь первый раз Тора приводит нам диалог Ицхака с Авраамом. И сказал Ицхак Аврааму, отцу своему, и сказал отец мой и сказал, то есть Авраам сказал, вот я сын мой. Опять тот же самый оборот, с которым Авраам отвечал Всевышнему, вот я имени, вот он я весь, вот я весь раскрыт перед тобой. И вот здесь впервые, когда уже сделан выбор, Авраам говорит Ицхаку, что именно Ицхак является его сыном. Вот оно, так сказать, объяснение, почему пошли они оба вместе. Ицхак говорит Аврааму, отец мой, то есть категория дин, категория суда, она признает свое подчиненное положение категории хэсэк. Суд не основанный на милосердии не имеет права на существование. Ицхак признает Авраама своим отцом. Категория дин является производной от категории хэсэк. И с другой стороны, Авраам впервые называет, добровольно называет, сделав добровольный выбор и, так сказать, вот с полной открытой душой. То есть здесь уже нет никакой речи о том, что он любит всех детей, что каждый ребенок единственный, что Ишмаэль его первенец. Нет. Сын мой Ицхак, Авраам. Если Ицхак признает, что категория дин должна происходить от хэсэда, то Авраам признает, что категория дин имеет право на существование. Что именно через категорию дин, присущая ему категория хэсэд, должна укрепиться в мире и дальше порождать еврейский народ. И сказал, вот огонь и дрова, а где ягненок для Алла, для всесожжения. И сказал Авраам, Элогим увидит в себе ягненка для Алла, сын мой. И пошли оба вместе. Ицхак получает заверение, что никаких других жертвенных животных нет, что речь идет о принесении в жертву сына, ребенка, его. Он понимает, что ситуация неоднозначна, потому что принесение Ицхака в жертву означает, что завет о существовании которого, он, конечно, знает, что именно наследники Авраама через Ицхака должны унаследовать землю Кнаан, должны стать избранным народом. Он все это знает, но понимает в этот момент, что ситуация перестает быть однозначной, и тем не менее, он полностью принимает эту ситуацию, и снова Тора говорит, и пошли оба они вместе. То есть, даже после обсуждения, что никаких иных жертвенных животных нету, все равно они продолжают движение в горе моря. И пришли к месту, о котором говорил Демойл Игим. И построил там Авраам жертвенник, и разложил дрова, и связал Ицхака сына своего, и положил его на жертвенник сверху дров. Мы здесь видим, что вот этот вот третий день, это отсутствие религиозного экстаза реализуется в четкой обдуманности и последовательности действий. Все идет спокойно и последовательно к одному на человеческий взгляд крайне трагическому результату. И мы видим, что Ицхак в этой ситуации никоим образом не противоречит действиям Авраама. Он спокойно позволяет себя положить на жертвенник и связать. И протянул Авраам руку свою и взял нож, чтобы зарезать сына своего. А вот это самодеятельность Авраама. И в приказе Творца слова зарезать не было, там было слово подними. Да, действительно, они поднялись на гору моря. Да, действительно, Авраам поднял Ицхака на жертвенник. Но слова зареж там не было. Авраам подумал, что необходимо зарезать Ицхака, чтобы удалить из мира качество Дим, которое, как ему казалось, на том этапе неугодно Творцу. И воззвал к нему Малах Ашем с неба и сказал Авраам, Авраам и сказал вот я. обратите внимание, что здесь сейчас Всевышний обращается к Аврааму не через свое качество суда, не в качестве Элогим, а через свое качество милосердия воззвал к нему Малах Ашем с неба. Вот я обращаю ваше внимание, что стандартный русский перевод, где все и Элогим и Ашем все это Господь Бог понятно, что эти самые варианты перевода никак не отражают реальности ситуации ее драматичности и напряжения. Первый раз Всевышний обращался к Аврааму через качество суда, а вот здесь, когда он увидел, что Авраам полностью выполнил и даже готов сделать больше того, что ему было приказано, не просто вознести, но и зарежет их сага. И в этот момент Всевышний обращается к Аврааму через качество милосердия, через качество Ашем и снова Авраам полностью раскрывается перед Всевышним. Вот я, Инейми, ты видишь Всевышний, ты просил, я сделал все последовательно, как ты сказал, что ты хочешь еще от меня. Вот он я. И говорит ему Всевышний, не протягивай руки свои к юноше и не делай ему ничего, потому что сейчас узнал я, что трепещешь перед Илогим ты, и не удержал ты сына своего, единственного своего, от меня. И как они надо резать, ему не следует наносить никакого повреждения, его надо связать и только. И смысл, мистический смысл этого процесса состоит в том, что для гармонического существования мира категория суда вин должна быть подчинена категории милосердия хэсэд. Суд должен быть связан хэсэдом. Она должна быть подчинена, но не ликвидирована. Мир без суда аморален. И Авраам трепещет. И Всевышний видит трепет Авраама, а трепет свидетельство принятия еще одной категории Всевышнего. Перед чем трепещет человек? Он трепещет перед судом. То есть трепет Авраама здесь свидетельствует о том, что он принимает категорию дим и признает ее необходимой для создания еврейского народа. И поднял Авраам глаза свои и увидел. И вот баран сзади застрял в дереве рогами своими. И подошел Авраам и взял барана и поднял его Алла вместо сына сны. В этом пасуке раскрывается смысл еврейских жертвоприношений. У человека кроме биологической жизни, инстинктивной жизни, есть свободное желание, свободная воля, свободный выбор. И за свою жизнь, которую он получает от Творца, человек готов был заплатить, отдать самое свое дорогое и саму свою жизнь Всевышнему. Но Всевышний этого не хочет. И поэтому в жертву приносится желание, то есть готовность человека. Ицхак был готов и этого достаточно. А вот у животного нет ничего кроме биологической жизни. И вот эта биологическая жизнь животного и приносится на жертвенника в жертву. Баран сгорает Ола вместо Ицхака. Желание Творца, его желание Роксон, оно выше абсолютной мудрости. Потому что согласно логическим построениям, мы с вами это уже обсуждали, человеческое жертвоприношение вполне логично. И мы знаем, как учения, основанные на логике приводили к массовым человеческим жертвоприношениям. Ну, излишне повторять, как любые тоталитарные политические режимы готовы были уничтожать миллионы и десятки миллионов людей для того, чтобы восторжествовала имя понимаемая истина, имя понимаемая справедливость. То есть логикой можно обозначать все. Уничтожение нежелательных классов, ликвидацию Кулакака класса, ликвидацию третьей народа Камбоджи при Пол-Поте, знаменитая фраза Мао-Дзе-Дуна, что Китай готов пожертвовать сотни или двумястами миллионами жизней для торжества коммунизма во всем мире. То есть логика может объяснить человеческие жертвоприношения, но желание Творца должно стоять выше человеческой логики. И назвал Авраам имя место тому Ашем увидят, про которое скажется сегодня на горе Ашем увидится. Место на горе Моря место я еще раз показываю вот это вот место район города Иерусалим храмовая гора гора Моря это как раз то место на которое которое избрано Творцом для своего проявления. То есть это место будущего строительства храма. Дом присутствия Всевышнего. И воззвал Малах Ашем к Аврааму второй раз с неба и сказал Собой поклялся я слово Ашем что что так как сделал ты делая это и не удержал сына своего единственного своего благословляя благословлю тебя и умножая умножу потомство твое как звезды небесные и как песок который на берегу моря и овладеет потомство твое воротами врагов своих и благословятся в потомстве твоем все народы земли так как послушал ты голоса второе обращение Авраама второе обращение Ашем к Аврааму говорит о несколько измененной категории милосердия Хесет Всевышний клянется своим именем и говорит что цель испытания Авраама достигнута и качество Хесет объединено с качеством Дин и это объединение это гармония на иврите категория гармонии это Тиферет гармония великолепия будет воплощено в сыне Ицхака в Яакове значит Яаков унаследует оба качества и Хесет и Дин гармонично их объединяет и только качество Яакова Тиферет может стать основой для создания еврейского народа который победит всех своих врагов и станет светом и благословением для всех народов мира так как он проявит единство качеств Творца оборот так как на иврите звучит ЭТЭФ намек на имя наследника Ицхака Яакова так как сделал ты это дело Яаке И вернулся Авраам к слугам своим говорит Тора простите пожалуйста они вообще говоря собирались вернуться вдвоем Авраам говорил мы и этот отрок пойдем и поклонимся и вернемся речь шла о возвращении двоих и никакого человеческого жертвоприношения вроде бы не произошло почему же сказано и вернулся Авраам к слугам своим мудрецы наши говорят так что физически вернулись оба но ментально вернулся только Авраам Ицхак поднявшись на трансцендентный уровень самопожертвования до конца своей жизни остался на этой абсолютной высоте все что он будет делать дальше еда питье земледелие интимные отношения со своей женой это все идеально и поэтому становятся предметом описания в Торе наш самый святой человек это не монах отшельник который закрывается от мира за монастырскими стенами или в отшельнической пещере наш самый святой человек человек оставшийся на трансцендентной высоте Ицхак это самый живой человек ибо святость в еврейском понимании это абсолютная полнота жизни и когда дальше Тора будет нам описывать жизнь Ицхака то если Ицхак занимается земледелием то он получает урожай сам 100 то есть на каждую меру посеянного жерна он собирает 100 мер урожая невзирая на сложные природные условия если Ицхак ест то его нормальный обед это два мяса двух козлят то есть даже если это новорожденные козлята то это несколько килограммов хорошего мяса приготовленного с пряностями там вкусно приготовленного с хлебом с вином то есть это целый пир а не обычное перекусывание да если это отношения с женой то это идеальная гармония семейных отношений это когда муж и жена являются равноправными партнерами и не случайно только про Ицхак Тора говорит и полюбил Ицхак Ривку жену свою то есть не про жен и наложниц жену и наложницу Авраама не про жен и наложниц Яакова Тора так не говорит а вот только Ицхак полюбил Ривку только у Ицхака семейные отношения являются идеально гармоничными Другое толкование вернулся Авраам Медраж говорит что Авраам вернулся другим человеком если еще по дороге туда Авраам мог думать о том что Ицхака придется принести в жертву а кто-то другой станет его наследником то теперь Авраам вернулся с твердым и ясным пониманием что линия его наследства идет через Ицхака и мало того приобретя качество гвуры приобретя качество Ицхака не случайно они шли оба вместе вернувшись в Бер-Шеву Авраам вступает в соперничество с Авемелыхом он ограничивает притязание Авемелыха он отсылает от себя всех потомков Агаре то есть они не просто не унаследуют его наследство они не должны жить в его доме он их отсылает к востоку от себя можем еще раз посмотреть страна потомков Исмаэля находится вот здесь восточнее Мертвого моря Авраам отсылает их из района Бер-Шевы дальше он будет заботиться о невесте для младшего сына Ицхака для того чтобы именно в Ицхаке произошло его потомство и возник народ на следующий монотеистическое учение поэтому Авраам вернулся в Бер-Шеву другим и вот этот вот разговор о невесте Ицхака на самом деле начнется в следующем разделе но уже сейчас Тора говорит вот о чем и было после событий этих и было рассказано Аврааму вот родила Милка также она сыновей на хору брату твоему уца первенца его и буза брата его и Тимуэля отца Арама и Кэшеда и Хазо и Пельдаша и Иглафа и Бетуэля и Бетуэль родила Ривку восемь этих родила Милка на хору брату Авраама и наложницу ее а имя ее Реума и родила она тоже Теваха и Гахама и Тахаша и Маах обратите внимание что Тора говорит что на хор оставшийся в Харане в этот момент уже имеет двенадцать сыновей потом мы узнаем что двенадцать сыновей Яхова это были двенадцать колен еврейского народа а здесь Тора говорит что у на хора у этой диаспорной голубной ветви еврейского народа тоже появляется двенадцать сыновей разница здесь только одна что все эти двенадцать сыновей они нужны для того чтобы Бетуэль родила Ривку будущую жену Ицхака и кроме того в потомстве на хора родится Лаван и дочери Лавана станут женами Яакова то есть вот эта полнота на хора она кажущаяся судьба всех еврейских диаспор она за последние две с лишним тысячи лет она весьма одинаковая диаспора может процветать в диаспоре может родиться двенадцать сыновей но конец диаспоры это всегда по сути дела ее исчезновение и диаспора на хора которая казалось бы процветает на самом деле вся ее роль состоит в том что те искры святости те искры божественного света которые в ней содержатся через рифку через рахель и лею должны прийти к основной ветви еврейского народа к ветви Авраама и об этом нам говорит раздел ВРА что вот уже родилась невеста Ицхака и можно заняться и этим но этим мы займемся ровно через неделю если есть вопросы то я готов на них ответить спасибо за внимание можно вопрос да конечно так значит перик одиннадцатый посуд двадцать девятый и Авраам и Нагор взяли себе короче по жене имя жены Авраама было старой а Нахора Милка значит дочь Харана который был отцом Милки и Ицхи так это значит вот перик одиннадцатый теперь перик двадцатый значит посуд двенадцатый но на самом деле говорит Авраам Абибериху она моя сестра она дочь моего отца но не дочь моей матери и она стала моей женой значит отец Авраама Цера а вы на том занятии сказали что Ицара и Нилка были женами дочерних Арана совершенно верно значит речь идет здесь о том мы это уже если я не ошибаюсь мы это уже обсуждали но если мы это не обсуждали говорю сейчас речь идет о том что у Тераха были две жены и значит Сара по сути дела была племянницей Авраама она была тоже внучкой Тераха только от первой его жены Авраам был сын Тераха от второй жены Сара внучка Тераха от первой жены та же самая ситуация с Нахором он не был женат на своей сестре он был женат на своей племяннице первая жена Тераха родила ему ее потомство были Сара и Нилка а вторая жена Тераха ее потомство Авраам Аран и Нахор ну Авраам говорит что все таки она четко говорит да 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 почему Авраам называет Сару сестрой мы об этом говорили причем он делает это дважды он говорит она дочь моего отца или это у меня в переводе неправильно написано он говорит дочь отца моего но не дочь матери моей объясняю в Танахе когда говорят дети то это имеется ввиду как правило потомки скажем сыновья Яакова называются дети Авраама через несколько глаз мы это увидим хотя для Авраама они вообще говоря правнуки но они потомки Авраама и в этом смысле они дети Авраама понятно ага спасибо чисто такой оборот ага спасибо а еще такой вот вопрос значит насколько я правильно понял что вот эта вот гора Мориа где ну жестовые связывания с хатой были и это то же самое место где будет потом построен храм абсолютно верно и название Мориа от еврейского глагола Лирот Роэ Смотреть и отсюда вот это вот выражение Авраама что на этом месте усмотрится Лирот Роэ Мориа то есть именно в храме в кодыш Кадашим Всевышний будет давать свои решения именно там в помещении храма будет работать хошин первосвященника то есть некое устройство для общения со Всевышним именно там усмотрится правильное решение то есть название Мориа это говорящее название Понятно спасибо и коротенький вопрос еще один а вот смотрите когда вот Акедат Ицхак вот зачем Аврааму было это самое ну дрова везти из Беершевы там нельзя или какое-то ну как то есть он же с Беершевы дрова вез туда да дрова он вез с Беершевы ну смотрите этому есть несколько объяснений объяснение номер один а поди знай куда мне велено идти значит что там в этой земле моря и есть ли там лес дрова и все такое а может быть это пустынная земля ну не был я там не знаю на всякий случай все возьму с собой чтобы уже оласть делать в обязательном порядке объяснение номер два приготовление дров и сборы в поход это лишнее время обдумать свои предстоящие действия объяснение номер три приготовление дров для жертвоприношения вещь на самом деле очень серьезная и дело здесь в том что ну вот те кто когда-либо разводил костер или топил печку знают что в дровах всегда бывают какие-то насекомые жучки-червячки так вот дрова для жертвоприношения должны быть идеально очищены от возможных насекомых то есть никаких вот насекомых никакого этого того что кишит вот этого вот шершерета ничего не может быть в дровах это принципиально иначе жертва становится некошерной непригодной некий процесс надо аккуратно их мелко поколоть внимательно посмотреть что нигде там нету вот этих жучков древоточек все и удобнее наверное Аврааму было выполнить это все не спеша дома и брать с собой уже готовые дрова понятно спасибо большое пожалуйста уважаемый Юрий можно вопрос да конечно во первых спасибо за лекцию пожалуйста вот и я все таки возвратиться к своему вопросу предыдущему почему Авраам не стал не вступил в диалог с творцом тем более это в контрасте с домом с гамором он выгораживает грешников и пытается спасти весь этот дом из гаморы а тут он не пытается вступить в диалог не пытается как бы спорить со всевышним вот это мне до сих пор не было понятно так и не стало понятно понял сейчас попробую еще раз объяснить смотрите пункт первый Авраам человек своего времени и в это время как я уже говорил приношение детей в жертву причем именно первенца общепринятая практика Авраам живет среди народа который так поступает регулярно каждый день это можно видеть отличие от содома и гаморы приношение первенца в жертву это нормальное общепринятая практика и если всевышний какими-то своими действиями ее не прервал ну нечто вроде потопа там наслать на кнаан да вот вы такие страшные люди что вы убиваетесь своих первенцев вот я вас сейчас всех смету с лица земли в принципе всевышний с этой практикой худо-бедно соглашается принципиальное отличие от ситуации с дома в первой фразе диалога Авраама неужели вышний судья сделает несправедливость и может быть в этом городе не все грешники а ты всех собираешься уничтожить а может быть грешников там какая-то часть а может быть там есть десяток или два десятка праведников то есть вступая в спор с творцом по поводу с дома Авраам не подвергает сомнению в принципе необходимость наказания зла он подвергает сомнению необходимость уничтожения всего города и только на эту тему идет спор когда всевышний говорит принести своего сына в жертву то вот я показывал что вначале идет некий диалог сына своего а у меня два сына единственного своего а каждый из них единственный которого ты любишь отец любит всех своих детей и сака значит то есть вот она была торговля и вот он был диалог но при этом поскольку воля всевышнего вполне конкретизирована и так сказать тут Аврааму нет оснований для спора значит а может быть как раз ты живешь в земле Кнаан и раз ты не стал царем земли Кнаан и не стал перевоспитывать народ и активно содействовать тому чтобы вот этот обычай был отброшен жертвоприношения детей но раз так будь добр соответствовать приносив жертву своего сына то есть вот иная ситуация я ответил в какой-то мере ну в какой-то мере это долгий вопрос и еще по сути дела он же не выполнил как обязательно имена Аллах приносить почему он положил на жертвенник на жертвенник не кладется живой это сначала надо сделать хиту пустить кровь а он это не делает он нарушил он но вот тора утверждает ряд комментаторов вот именно так это понимает что то что надо вот прожертву Аллах и как ее делать что надо сначала сделать хиту потом проверить внутренности потом убрать кожу и нечистоты так сказать есть некая последовательность этих операций и обо всем об этом тора будет говорить в книге воикра где все жертвоприношения будут подробно расписаны как их надо делать а здесь значит если вы помните на самой самой первой нашей беседе когда я говорил о принципах анализа текста тора я говорил о том что когда мы читаем некий пасук то мы еще не знаем что будет в следующем пасуке то есть к тому моменту когда мы читаем 22 перик мы знаем только 21 перик и вот в этих самых от начала до решит и до нынешнего раздела еще описания жертвовала нет и надо ли сделать чтиту раньше а потом клачут на жертвенник мы пока этого не знаем велено было вознести и вот Авраам последовательно проводит все операции он поднимает Эцхака на жертвенник и когда он собирается его зарезать Всевышний говорит стоп стоп а про зарезать я тебе ничего не говорил возьмешь на жертвенник на этом остановимся не было слова зарезать и не надо заниматься этим то есть вот что здесь происходит мы в дальнейшем потом будем заниматься разбором причина смерти Сары мы видим что это было явно преждевременная смерть совершенно не оправданная ничем и какая совершенно непонятная необходимость потом все искры святости ушли другим народом родились дети от Агарь и все это ушло это не связано разве сакедат и сак с каким-то так сказать непропорциональным пониманием нет нет замечательный вопрос блестящий вопрос я вам за него очень благодарен потому что когда мы в следующую среду будем говорить о смерти Сары как вы совершенно правильно сказали преждевременной неоправданной и так далее и так далее то у меня на это дело будет совершенно другое объяснение то есть я не претендую на роль Раши да я вам только рассказываю идеи Рава Ури Амос Шерки в этом месте и там объяснение смерти Сары совершенно другое которое сакедат и ЦСАК совсем не связано вопрос на будущее это вопрос на ровно через неделю хотя вы абсолютно правы есть такой медраж который говорит о том что когда Авраам с Ицхаком Ишмаэлем и Элейзером пошли в страну моря то Сатан вот этот ангел прокурор ангел искуситель нашептал Саре что Авраам повел Ицхака приносить его в жертву и она так переволновалась что она умерла от этого значит я вам в следующий раз расскажу почему этот медраж полностью противоречит простому смыслу текста Торы вот об этом ровно в следующий раз спасибо большое спасибо посмотри пожалуйста в чате были вопросы либо скажи что будешь на форуме отвечать но там написано ты видишь чат я вижу чат вижу спасибо спасибо так насчет единственности любви среди патриархов уточнения В.И.Ц. 29.20 и работал Яаков Зарахель 7 лет и были в глазах его как несколько дней по любви его к ней абсолютно верно а где любовь ее к нему это только в одну сторону кто говорит с Евраамом Малах ангел да Всевышний сам не приходит в этот мир он находится вне материального мира и для передачи информации в материальный мир он посылает Малаха посланство именно Малах говорит с Евраамом в чем отличие сказал Малах Ашем от сказал Ашем именно в этом говорит сам Всевышний или говорит его представитель какие виды души есть у животного у животного есть животного животная душа нефиш то есть он чувствует он помнит он хочет животное да но у него нет более высоких уровней души роах которые присущи только человеку почему Ицхак не сказал отцу о ноже а только о дровах и огне отличный вопрос ответа на него не знаю значит обязуюсь к следующему разу посмотреть и ответить на форуме так я посылал вам е-мейл с вопросом нет нет не получил хочу перешлите еще раз если был вопрос на который я не ответил пришлите мейл еще раз пожалуйста так ну вот теперь вот и все